Он мой товарищ, мы были в одной партии, были единомышленниками, боролись за прекрасную Россию будущего, за то, чтобы она была справедливой для всех. Смелый был человек, не боялся. Для меня он самый, в общем-то, светлый человек. Я была вообще в потрясении, когда его убили, вот так, на взлете, можно сказать. Ну, может быть, случилось бы что-то гораздо лучшее. Но мы надеялись, и нашу надежду вот так, шестью выстрелами. Для меня он в настоящее время является одним из лидеров протеста, борцом с тем режимом, который без иронии сегодня можно назвать кровавым, по сути. И человеком, которого убили просто за его взгляды и за высказывание этих взглядов. Это был знак всем, что мы можем убить любого в любом месте, то есть, кто нам не нравится. Поэтому именно, наверное, такой резонанс вызвало вот это вот убийство, и люди до сих пор воспринимают это не только как смерть политика, а как вызов власть каждому, кто выражает свою точку зрения открыто. Немцов яркий государственный деятель, имеющий опыт работы, который злодейский убит в этот день, пять лет назад. Я пришел почти к его памяти. Они ничего другого не нашли на Борисе Ильичу, потому что уже тогда был посажен Ходорковский, вытеснили за границу, плохо. А на Немцова ничего не нашли. Человек просто кристально честный, не участвовал ни в чем. И его просто убили. Это человек идейный, прежде всего. Идейный, самоотверженный и до конца остававшийся верным. Вот идея той России, за которую мы сегодня боремся. Той прекрасной России будущего. Как ее окрестил в свое время Навальный, и лучшего термина нет. Не подобрана до сих пор. Ну, для нас всех он являлся уже человеком, который бауровался за наши права, за нашу свободу. Причем открыто. Судьба Немцова, она очень трагичная и показательная одновременно. Да, он политик нового типа для меня всегда был. Да, открытый, совершенно демократичный. Демократичный внутри, он никогда не был, не имел черты авторитарной личности. И в сущности, его судьба могла доходиться совсем по-другому. Сейчас он мог бы быть президентом России. Это такая трагедия, которая много говорит о современной России. В России огромное число людей считает, что что-то можно сделать силой. Последние дни зимы, вот уже близок март, надеждами все полны, но снова отложен старт. Шесть выстрелов, шесть смертей достались одному. Он выбран среди людей по образу и уму. Всего только сто шагов из жизни и в пустоту. И тени его врагов на проклятом том мосту. Нам память забыть не даст, что прожил он жизнь и зря. Быть может, застрелят нас на площади у Кремля. Проходит за годом год, меняем календари. Куда ты идешь, народ? Зачем нам с тобой цари? Смотри, человек идет, прошел уже полпути. От нас он поддержки ждет. Поможем ему дойти.